Привет! Вы на канале Просто Техника. Сегодня в обзоре я хочу вам показать три телевизора в 43-й диагонали. Я специально выбрал три, которые одни из самых популярных в продаже. У Samsung, LG и Xiaomi бренд взял. Почему взял Xiaomi бренд? Потому что он доступный, он функциональный и он является прямым конкурентом этим двум моделям. У LG это модель 7090, у Samsung эта модель тоже называется 7090, либо там 7097. Если быть точным, у LG это называется 43UM7090, у Samsung это называется 43NU7090. Только у LG это модель 2019 года, у Samsung это модель 2018 года, но выпускается и сейчас. У Xiaomi я тоже взял модель прошлогоднюю, то есть 2018 года, модель 4S, потому что 5S еще практически ни у кого нет. И эта модель еще до сих пор востребована, поэтому она тоже еще популярная. И специально я взял глобальную версию, то есть сравнение будет абсолютно честным. Эти три телевизора очень похожи, потому что они имеют IPS-матрицу. Единственное, что у них разная цена и разные операционные системы. То есть смарты у них у каждого стоят разные. И я хочу в этом ролике посмотреть, какой же все-таки из этих телевизоров будет интереснее к покупке. Оценивать мы будем последующим параметром. Итак, давайте по параметрам. Цена, дизайн, функциональность, он же смарт, картинка, звук и надежность. Вот эти три параметра, мы поставим баллы и будем смотреть, какой из этих телевизоров набрал больше баллов. Наверное, такой будет в принципе и интересен. И языком выгод попадает, чтобы мы вместе с вами сделали какие-то выводы. Что же из этих троих телевизоров будет лучше к приобретению. Вы на канале Простотехника? Поехали! Итак, цена. Цена, в принципе, она плавая. Давайте скажу так. LG и Xiaomi, они стоят дешевле. И иногда по акциям стоят практически одинаково. Там ценник разный. Я сейчас возьму в средний, потому что в России одни цены, у нас в Донецке другие, в Украине третьи. То есть, ценники, конечно же, разные. Но скажу так, что в принципе, по акциям я видел этот LG в районе 23-24 тысяч рублей. Это вот по акциям минимальным ценам. Xiaomi где-то также стоит в ДНСе, в Ростове видел такие же цены. То есть, они стоят одинаково. Samsung стоит как минимум на 50 долларов дороже. То есть, по цене LG и Xiaomi стоят дешевле, чем Samsung. Поэтому они набирают по одному баллу. Samsung – ноль. Итак, дизайн. Дизайн, в принципе, сейчас у всех телевизоров очень похожий. Это идёт вот такие две ножки по бокам, чтобы удешевить. И, в принципе, вот такой корпус. Но, конечно, визуально, визуально более такая тонкая и ровная грань идёт в Xiaomi. И если смотреть задалека, он смотрится симпатичнее, чем LG и чем Samsung. И просто оценивать просто по красоте, какой симпатичнее смотрится, мне больше нравится эстетичный бренд Xiaomi. Поэтому Xiaomi мы отдаём один балл, а Samsung и LG получают ноль баллов. Итак, следующий показатель – функциональность. У этих трёх телевизоров разные аппарационные системы. Итак, давайте начнём с LG. LG идёт операционная система WebOS. В принципе, интересная система. Почему? Потому что она разработана специально под телевизор. Она очень хорошо оптимизирована. Если вам нужна YouTube стабильность работы, то она работает отлично. То есть, к ней никаких претензий. Конечно же, если вы захотите ставить сторонний контент, то тут уже не так интересно. Почему? Потому что, с точки зрения стороннего контента, максимум, что можете сделать в LG, это установить по смене DNS. Вот так, как вы видите на экране, вбить DNS и вместо одного приложения будет запускаться другое. Максимум, что вы можете сделать в LG. Поэтому тут, конечно же, это минус. Дальше, давайте по Xiaomi. Xiaomi, наверное, из этих всех телевизоров самый функциональный. Как минимум, начнём с пульта. Пульт у Xiaomi, он идёт Bluetooth, идёт голосовое управление. У него очень красивый эргономичный дизайн. То есть, по пульту, как и по дизайну, Xiaomi на первом месте из этих трёх бюджетных, повторюсь, моделей. То есть, у LG, у Samsung, всё это есть. Ну, похоже, по крайней мере. Как минимум, дизайн и пульт в Xiaomi интереснее, чем в LG и в Samsung. Этот пульт идёт Bluetooth, и в нём есть голосовое управление. По смарту. Смарт идёт на Android TV. Итак, в Xiaomi идёт Android TV. Он один из самых функциональных. Почему? Вы можете ставить отдельно APK файлы. Правда, для этого вам нужно установить сначала проводник. Вот так, как вы видите на видео, вам сначала нужно установить проводник. И только после этого вы сможете с флешки устанавливать APK файлы. То есть, это установочные файлы с программами. В принципе, это очень просто. Если вы хотя бы хоть как-то имели опыт владения любого Android устройства, это очень похоже. Поэтому сложности с установкой приложений не должно быть. Куча формов, куча сайтов, где есть инструкции по установке. Поэтому справится любой человек, даже начинающий. И возможность, самое главное, вот что проблема любого телевизора, это то, что в онлайне мало хорошего качества. Либо платное. И действительно, иногда даже и платное слабое качество, когда за Google сервисы ты вроде как и платишь. А там всего лишь HD и Full HD, и за такие деньги это смешно. То есть, бесплатно ты с торрента можешь посмотреть 4К. Благодаря HD видеобоксу и Torx серверу. То есть, интересно, что пиратка лучше по качеству технически. То есть, она лучше картинку дает, чем официальные приложения. То есть, вот это, конечно, иногда обидно становится. То есть, ты думаешь, да я готов заплатить. Но дайте мне то качество, которое дает, допустим, торренты. Кто знает, если кто знает такие программы, которые будут платные, доступные, и качество будет, вес больше 10 гигабайт. То есть, вот такого же качества, как дает торренты Torx сервер, напишите ниже. Я думаю, многим будет интересно. То есть, дает отличный источник сигнала. Вот что дает Xiaomi, вот что дает Android TV. То есть, с точки зрения функциональности, Android это самая функциональная программа из этих трех. То есть, функционал, пульт и функциональность, все время даже 2 балла поставил. LG на фоне Samsung я поставлю и там, и там по одному. Почему? Потому что у LG, у Samsung есть стабильность. У Android может зависать. Тем более, если вы еще туда пиратку понаставите. То есть, пиратка, к сожалению, может зависать, может давать сбои. Это, конечно же, минус. Поэтому LG мы поставим 1 балл, потому что они стабильные. То есть, они не зависают, как это Android может. Почему 1? Потому что нет возможности поставить вот так приложение, как это можно поставить в любой Android TV. Samsung, Samsung. Я поставлю 2 балла. Я сейчас объясню, почему. Потому что, мало того, что он стабильный, надежный и быстрый, как это LG. Но в него вы можете ставить приложение отдельно. Из минусов, конечно, что может вам это показаться непросто. Потому что справиться с установкой, нужна инструкция, нужна какая-то подготовка, опыт пользования компьютером, понимание чуть-чуть английского языка, принципа работы вот этих всех программ. Ну, то есть, вот обычный пользователь так легко не справится, как это справится, допустим, бренд Xiaomi. Поэтому в баллах, в баллах, конечно же, выиграет, наверное, бренд Xiaomi. Давайте нет, давайте так, даже Xiaomi поставим 3 балла, Samsung поставим 2 балла и 1 поставим LG. Потому что все-таки простота работы, простота работы, это важно. И функционал тоже важно. Да, иногда подвиснет, но он даст больше. Поэтому, наверное, все-таки Xiaomi мы поставим 3 балла, Samsung 2 и LG 1 балл. То есть, функционально Xiaomi, блин, он самый крутой получается. Итак, картинка. По картинке, конечно, не все однозначно, особенно если вы будете включать демо-ролики. На демо-роликах все три телевизора показывают достойно, в принципе, достойно. Более-менее сочные, более-менее яркие. Но если включить уже не демо-ролик, как видите на экране, а включить что-то попроще, просто, допустим, статическую картинку, когда просто остановлено, то на картинке, на обычной, особенно я специально, смотрите, видите, заставка, черная заставка и белые буквы, вот, допустим, Little Big, да, название. Здесь видно, что черный, самый черный у Samsung. Потом идет Xiaomi, потом идет LG. То есть, у LG все-таки матрица удешевлена. То есть, там недостаточно черный, и он не белый, а более желтоватый. У Samsung и Xiaomi лучше черный, лучше белый. То есть, светофильтр там чуть поинтереснее. Чуть-чуть, но это видно. Это будет, в принципе, видно и на других картинках, что сочность цвета процентов на 20-30 сочнее у Samsung. Поэтому по картинке я бы отдал предпочтение, конечно же, Samsung. Samsung самая лучшая картинка из этих трех телевизоров. Поэтому, если для вас важна яркость, сочность, Samsung яркий и сочный. Он сочнее, чем Xiaomi, сочнее, чем LG. По, если оставить, допустим, ниже Xiaomi, либо LG. Тут тяжело сказать, почему. LG хорошая цветокоррекция. Иногда она интереснее, допустим, чем Xiaomi. Тут плюс-минус, поэтому я обоим, наверное, поставлю одинаковый балл. Наверное, по 2 балла обоим поставлю. Потому что есть плюсы у того, есть плюсы у того. То есть, понятно, что светофильтр где-то у LG удешевленный. Но там они выиграли за счет цветокоррекции, может, лучшего процессора. То есть, если брать в общем, то, в принципе, и там есть плюсы, и там есть плюсы. Поэтому поставлю одинаково. Но Samsung из этих двух, если для вас важна картинка, мне она больше понравилась в Samsung, чем в LG и в Xiaomi. По надежности и по сервисному центру, все-таки Samsung и LG будет лучше и проще вам что-то сделать. Почему? Потому что сервисный центр у них намного больше. И потому что у них качественные запчасти. Ребята, которые занимаются ремонтами и которые имеют дело с китайскими брендами, китайцы любят интересные вещи. У них намного меньше сама плата. У них меньше светодиодов. Они пускают больше силу тока на них и нагрузка идет больше. Поэтому, если взять по надежности, то Samsung и LG, с точки зрения технического оснащения, они надежнее, чем это будет Xiaomi. Да и, в принципе, по сервису вам будет проще отдать телевизор и по ремонту это Samsung и LG, чем Xiaomi. Поэтому я бы поставил по одному баллу и Samsung и LG, а Xiaomi поставил ноль. Почему? Потому что в большинстве, в своем случае, в Xiaomi мало где есть. И их чаще покупают в неизвестных интернет-магазинах, у которых по факту проблемы с гарантией. По крайней мере, такая штука у нас в Донецке. Если вы с России или с Украины, там проще. Но тоже может быть какая-то волокита. Поэтому по надежности, я это беру два параметра. Не только обслуживание. Может, обслуживание все-таки будет все нормально. Но я говорю просто надежность и гарантия. Я это сделал в один пункт. Поэтому я поставлю ноль, потому что все-таки надежность меньше, чем у LG и Samsung. Поэтому по баллу Samsung и LG и Xiaomi ноль. Потому что, я же говорю, я это обобщил, чтобы было проще и не удлинять это видео. То есть ноль и по одному баллу и там, и там. Итак, по звуку. По звуку у нас получилось следующее. LG самый громкий и самый детализированный. Поэтому мы отдадим им 2 балла. На втором месте Samsung. Samsung, он не такой громкий, но довольно-таки детализированный. Звук чистый и приятный. И третье место это Xiaomi. Звук, в принципе, по громкости где-то как и у Samsung. Но он у него как эхо. Такой нечистый. Мне он не понравился. То есть на музыку я бы на нем не слушал. Вообще не зашло. То есть звуку все время вот прям подкачал, подкачал. Поэтому по звуку, если для вас это важно, мне не понравилось. А итог у нас следующий. Если посчитать все плюсы и минусы у каждой из этих моделей, то самое смешное, что практически получается равная цифра. Я посчитал так, что у каждого бренда по 7 баллов. Потому что у каждого бренда в этой бюджетной модели есть хорошие стороны и плохие стороны. Из них больше мне понравился все-таки Samsung и Xiaomi за счет своей функциональности и возможности установки приложений и картинки. Больше понравился Samsung, потому что для меня телевизор все-таки это главная картинка. Итак, давайте в конце выводы. Выводы следующие, что из этих трех телевизоров все-таки Samsung, он лучше по картинке. Есть возможность установки сторонних приложений и звук. То есть картинка, звук и приложение это Samsung. Возможности все-таки Xiaomi. То есть там все-таки они подкачали со звуком. Картинка не такая сочная, как в Samsung. Но функционал офигенный. Вот все-таки, когда вы говорите, что я топлю за Samsung, я скажу сразу, что я из этих трех бы ни один себе не купил. Потому что у меня чуть другие потребности. Я люблю картинку, а картинка из этих трех мне не понравилась ни в одном. То есть мне не хватило сочности. А сочность, ребята, это как минимум хотя бы Sony модель 8096. Из этих трех, в принципе, плюсы и минусы вы видели сами. А тут уже делайте вывод сами, что для вас важнее. Функционал картинка, надежность, звук и все остальное. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забудьте поставить свой комментарий, как вы вообще видели, понравилось, не понравилось. Дайте какой-то совет, чтобы вы хотели еще увидеть, что я сделал то, что понравилось, что я сделал, что не понравилось. Спасибо, что посмотрели, потратили свое время. Подписывайтесь. Пока-пока.